Поехали Тюрьма Blackgate Дом для самых отъявленных психов Самое место для человека крокодила и маниакального клоуна Который как раз таки и стоит в самом центре кадра, словно на сцене собственного шоу Богемская рапсодия от Queen выбрана не случайно Маркетологи не поленились перенять удачный опыт предыдущих двух трейлеров Стражи Галактики и Эры Альтрона Что не удивительно, такой хит безусловно добавляет атмосферы Да еще и слова в песне Мама, я убил человека Как нельзя лучше подходят для героев фильма Капитан Бумеранг не самый надежный член суперзлодейского отряда К тому же по комиксам он был расистом Но в эпоху толерантности и черного дэдшота эта его сторона навряд ли попадет на экраны В его внешности чувствуется влияние Тома Харди в роли Чарльза Бронсона И Эрика Бана в роли мясника Марка Рида Что конечно круто, но мне жутко захотелось видеть в этой роли Харди Очень надеюсь, что Кортни сможет проявить себя получше, чем в последнем Терминаторе Говорят, что этот персонаж будет комичным, то есть будет веселить нас в каждом кадре Хочется обратить внимание на номер его камеры D108 Я долго искал отсылку в этом номере, но так и не смог найти ничего стоящего Возможно это просто номер, а может быть зашифрованное слово взрывать D108 Можно произнести как D108 Не знаю к чему это, но выглядит интересно Все их камеры маркированы D10, что тоже можно прочитать как Detain, то есть заключен под стражу Ну это так, к слову Несмотря на скудные условия содержания, Харли каким-то образом раздобыла себе не только книгу, но и чашку кофе Может быть это поблажки для бывшей сотрудницы? Ее мизинец очарователен Тут мы видим, что она читает книгу Молли О'Кив Может быть в душе она романтик? Интересно, что Молли пишет такие романы, в которых сантехник приходит чинить кран, но между делом прочищает и трубу хозяйки В общем, это практически порнуха Уилл Смит в роли Дэдшота Изначально Дэдшот работал с Бэтменом в Готэме до того, как попытался занять его место и был заключен в тюрьму комиссаром Гордоном и Бэтменом Интересно, за что в фильме он отбывает срок? Крокодил отжимается Обратите внимание на его камеру, похожую на болото Очевидно, этой рептилией жизненно необходима вода, ну и сырое мясо Жутковатая картина, настоящее злодейское логово Эль Дьябло, роль которого исполнил Джей Эрнандес, в прошлом весьма неплохой комик, похож на зомби-боя Я сначала подумал, что это он и есть, пока не ознакомился с актерским составом Татуировки, в отличие от Джойкера, смотрятся безусловно круто и уместно Особенно его имя на подбородке Борода в этом сезоне в моде Ооо, этот шикарный стиль Судя по тому, как ведут себя охранники, злодеи содержатся в знакомых для них условиях Иначе не было бы столько шумихи Дэдшот получает порцию профилактических пиздей перед разговором Вот тут я обратил внимание на маркировку Альфа А-01 Это номер отряда, который, судя по всему, ответственен за наших главных героев Тут нам как бы говорят, что это самый первый важный отряд аж с тремя символами Альфа, А и 01 Первый, первый, первый Ну, я думаю, все поняли Двигаем дальше Эль Дьябло привезли в мобильном бункере, заполненном водой Огнеопасный парень Это мы уже поняли А это уже похоже Белли Риф Что в переводе с французского означает «прекрасная мечта» Штаб-квартира отряда самоубийц Полагаю, что за героями будет полный контроль И наверняка эти милые доктора вживят героям отслеживающие устройства с механизмом самоуничтожения Так что разгуляться у них не получится А жаль Отличная отсылка к Ганнибалу Лектору Бумеранг вылазит из мешка и дает, не глядя кому-то в морду Такие дела, нечего было его в мешке вести, как картошку Харли Квинн без клоунского макияжа и разноцветных волос Называет участников команды «подружеские мальчики» Очевидно, что она была в курсе того, кто будет в ее отряде Радует, что голос ее звучит не так противно, как во всех других ее воплощениях на экране Милашка Кара без макияжа вьется вокруг Рига Флэга, командира отряда самоубийц И снова Дэдшот На этот раз в модном красном защитном костюме Вообще, Дэдшот больше известен своей маской Но скрывать за ней такого актера, как Уилл Смит, было бы, конечно, неразумно Однако он все же появился в своей маске, пускай и ненадолго Киллер Крок Один из врагов Бэтмена во плоти Выглядит шикарно Его образ напоминает чем-то твари с фантастической четверки и рептилию из Mortal Kombat Помню его в самом первом Batman Arkham Там он мне казался таким спокойным и рассудительным громилой Не сказал бы, что прям злодей Людей он вроде бы не ел Этим знаменит другой злодей во вселенной DC по имени Король Акул Он вроде бы тоже заявлен в списке героев фильма, но пока что остается за кадром Кара Деливинь в обличии чаровницы Даже в этом устрашающем наряде она выглядит аппетитно Готический прикид ей даже идет Скотт Иствуд Покажет его роль в фильме неизвестным Даже на кинопоиске он стоит на первом месте в списке актеров с прочерком вместо своей роли В интернете гуляют слухи о том, что он играет Deathstroke Или, что весьма логично, Дика Грейсона по прозвищу Nightwing, бывшего Робина У меня на этот счет есть своя догадка Учитывая, что в трейлере Бэтмен против Супермена мы разглядели костюм Робина за стеклом И знаем, что Бэтмен Аффлека появится и в этом фильме Такой кроссовер может говорить о том, что с Робином что-то случится Ну, не просто так, эти пасхалки повсюду А вот малоизвестный персонаж злодей с известным именем Слипкнот Его на эту сходку привезли в машине ФБР И он сходу дал в челюсть девушке-агенту Злодей как-никак Ничего общего с известными музыкантами, как видите, не имеет А жаль, про этих ребят хоть свой фильм снимай и комикс рисуй, ребята, что надо Очевидно, что Deadshot и Рик Флэг будут соперничать за звание лидера команды Формального или духовного Ну, посмотрим Тут по вертолетам кто-то стреляет из... бластеров? И далее в кадре мы видим нечто похожее на разбитый корабль пришельцев Интересно, может быть этот фильм завязан с историей о пришельцах Скриптона? Вряд ли Вроде бы по сюжету за всем этим злом стоит Чаровница Может быть она открыла какой-то портал А вот и он, отряд самоубийц во всей красе За исключением некоторых его членов Интересно, где они? Может быть уже по сюжету выбыли из состава А тут мы видим, что герои сражаются с какими-то крокоподобными существами Судя по их одежде и обмундированию, они какие-то спецназовцы Которых судя по всему зачаровала Чаровница Обратите внимание на палящего Дэдшота и Флэга Ребята явно напарники А тут мы видим, что Харли покидает отряд и идет в самоволку Учитывая, что ей досталась большая часть экранного времени в трейлере Она займет одну из ключевых ролей в сюжете И вот он наш знаменитый Джакер Ой, то есть Джоред Эээ, ну вы поняли Серебристые зубы, золотой пиджак и кольца Какая-то рэперская атрибутика Обратите внимание на тату на тыльной стороне его ладони Чувствую, что этой рукой он будет закрывать своим заложникам рот Банда Джокера, как всегда, великолепна На смену клоунским маскам пришли куда более чумовые Гигантский глаз Он, кстати, может быть отсылкой к малоизвестному персонажу во вселенной DC Гигантскому глазу Такое ощущение, что Джокер выступает на показе мод Столько костюмов он сменил за этот фильм Надо будет посчитать Однозначно дизайн его костюмов впечатляющий А в этом кадре выглядит просто жутко противно и страшно Чем-то даже напомнил мне пингвина Каблпота Мерзкий Золотая пушка еще раз показывает его цыганскую любовь к блестяшкам Мы уже знаем из утекших фотографий и видео со съемок, что в этой сцене Бэтмена дерет зад Джокеру Возможно, это флешбек из тех времен, когда Харли перешла на сторону Джокера А тут мы видим, что Чаровница находится в Белом доме И это довольно странно Парень на заднем плане явно не напуган Как будто у них тут запланированная встреча Да и описание отряда в трейлер звучит так, как будто это диалог с ней Ты проклята ведьмой? Возможно, ее злодеяние имеет за собой какой-то тайный замысел Джокер Джареда, судя по выложенным с такой аккуратностью предметам, перфекционист, а не любитель хаоса, которого мы видели в фильме Нолана Отсутствие татуировки на лбу может быть признаком того, что это сцена из флешбека А это Катана с испаряющимися из лезвия черепами Это роль, актерский дебют Карен Фукухары Чемпиона по боевым единоборствам и японской звезды ТВ-шоу А тут мы видим комичность Бумеранга и, признаться честно, мне это чертовски нравится Кажется, Кортни сумел таки реабилитироваться после Терминатора Судя по чернеющим глазам Катаны, ее взяла под контроль чаровница Видимо, именно поэтому Крок выбивает из нее всю дурь Обратите внимание на интерьер в этой сцене Судя по всему, это клуб, который принадлежит Джокеру Именно поэтому он выглядит как цыганский сутенер Или гангстер во всех своих нарядах И его сияющий суперкар говорит о том, что он не стесняется показывать всем свои игрушки Видимо, эти флешбеки расскажут нам историю становления Харли Безусловно, этот трейлер рассказал нам о Джокере гораздо больше, чем мы думали И теперь я могу сказать, что это будет сильный, стильный и, безусловно, запоминающийся персонаж в колоде фильмов DC С этого ракурса кажется, что в этом кадре сейчас собьет вагон метро яркую сердючку Однако, это, скорее всего, тот самый злодей, за которым мы послали отряд Есть два варианта, кто это может быть Это либо татуированный человек, у которого, судя по комиксам, оживают татуировки Либо это демон по имени Крипер, который выбрался на свободу из меча Катаны Его цветовая гамма удивительно похожа на версию из комиксов По перезапуску комиксов про отряд, именно Крок разбил Катану и освободил Крипером Возможно, этот же поворот и ждет нас в фильме Здесь мы видим, что Джокер не одиночка, как было у Нолана У него целая команда единомышленников, с пандой, конечно же Самый интересный персонаж его команды стоит позади него в этом кадре Судя по всему, это Джонни Фрост Примечательно, что на кинопоиске роль этого актера указана как псевдо-джокер Возможно, он был Джокером, пока Джаред сидел в заперти В фильме, как мы уже поняли, будут три главных героя, о которых мы должны будем беспокоиться Добрый Флэг, раскаившийся Дэдшот и сумасшедшая Квинн Так что ждите этих ребят в большей части фильма Жаль, что Эль Диабло играет роль пушечного мяса Его способности будут покруче, чем у стрелка, чокнутой крокодила Плюс его внешний вид просто офигенный Им даже Харли впечатлена Реакция Бумеранга восхитительна Я начинаю любить этого парня все сильнее А эта сцена является в некотором роде отсылкой К сцене трансформации Джокера в фильме Бэтмен Тима Бертона Скорее всего, эта сцена показывает трансформацию Харлин Квинзел в Харли Квинн В комиксах ее трансформация тоже была связана с токсичной жидкостью Этот гигантский гриб, который выглядит завораживающе, возможно является выбросом силы Чаровницы, чьи миньоны возятся вокруг Хотя учитывая цветовую палитру, можно было бы предположить, что это Крипер, если бы только Катана не держала свой меч в этом кадре Ну а тут мы видим, как Харли пользуется своим злодейским положением, чтобы дополнить свой образ модной сумочкой Мы же плохие ребята, ну это так, чтобы мы не забывали Ну и конец, восхитительный дизайн, идеальные цвета, которые передают и Джокера, и Харли, и Крипера Это какой-то бальзам для глаз, от которого у меня просто эйфория Ну а на этом... Дорогие мои Катзы Крэперы, в прошлом нашем эпизоде мы спрятали пасхалку и обещали упимнуть первого, кто ее найдет Им оказался наш подписчик под ником N1K726 Он оказался самым зорким и быстрым и заметил, что в одном из кадров нашего видео, а именно в сцене с фотографией с места преступления во рту у жертвы красуется наше новогоднее лого в форме печеньки N1K726 Поздравляю! Ну что ж, условия все те же, в этом эпизоде тоже зарыта пасхалка Первый, кто найдет ее, будет упомянут в нашем следующем ролике Ну и если вам нравятся наши видео, мы будем рады, если вы внесете свой вклад в наше развитие Детали по ссылке в описании Ну а на этом все, спасибо за просмотр, я надеюсь, что вам понравилось Не забывайте оставлять свои комментарии и подписываться на наш канал Cut it brown, мы режем киноленты Босс под прикрытием База Старкиллер Кайло Рен На этой неделе Кайло станет обычным работником базы Старкиллер по имени Мэтт Техником по радиолокационному оборудованию Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...